Поэтому я представляю слово Юлии Викторовне Котовской, представитель института геронтологии. Она рассказывает про неалкогольную жировую болезнь печени. Пожалуйста. Здравствуйте, глубоко уважаемый Павел Андреевич. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, в моей задаче сегодня входит обсудить вопросы неалкогольной жировой болезни печени и сердечно-сосудистой коморбидности. И, конечно же, эти вопросы не случайны, потому что, собственно, неалкогольная жировая болезнь печени – это самое частое хроническое заболевание печени во всем мире. А, собственно говоря, чревата она не только своими печеночными проблемами, поскольку может переходить в неалкогольный статогепатит, может переходить в цирроз печени и в гепатоцеллюлярную карциному. Надо сказать, что на стадии неалкогольного статогепатита у нас еще процесс обратимый, именно поэтому привлекает внимание вмешательство в этот процесс. Но еще и проблема заключается в том, что сегодня мы говорим о том, что неалкогольная жировая болезнь печени – это в том числе и внепеченочные проявления, самые грозные из которых – это, безусловно, сердечно-сосудистые заболевания. Вся история изучения и развития проблемы неалкогольной жировой болезни печени тесно связана с метаболическим синдромом. На протяжении многих лет описывали это состояние у пациентов с ожирением, у пациентов с сахарным диабетом. Ну и, собственно говоря, это привело к тому, что и сегодня вот этот взгляд на неалкогольную жировую болезнь печени в контексте кластерного фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сегодня эта позиция особенно закрепилась. Итак, неалкогольная жировая болезнь печени – это состояние прежде всего с мульти-системными проявлениями, это не только печеночные проблемы, но и по самым разнообразным механизмам – это отчетливая взаимосвязь с метаболическими нарушениями, это достоверная взаимосвязь с повышением рака прежде всего вне печеночного, не только гепатоцеллюлярного рака, это ассоциация с синдромом опной во сне, дисфункцией щитовидной железы, но и с целым комплексом того, что мы привыкли считать сердечно-сосудистыми проблемами – цереброваскулярные катастрофы, когнитивные снижения, связанные как с сосудистыми нарушениями, так и с несосудистыми нарушениями. Это сердечно-сосудистые события, хроническая болезнь печени, и это в том числе остеопороз. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы говорим о том, что сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с неалкогольно-жировой болезнью печени. И в центре механизма взаимосвязи находится прежде всего и ожирение, накопление эктопического жира, который является метаболически активным жиром, прежде всего с точки зрения продукции провоспалительных цитокинов. Это состояние инсулино-резистентности. Инсулино-резистентность играет ключевую роль в том числе и в патогенезе самого печеночного процесса, является доказанным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Окислительный стресс наряду с высоким уровнем воспаления, инсулино-резистентностью, нарушениями микробиоты. Результатом становится дисфункция эндотелия, универсальный драйвер сердечно-сосудистых событий. Очень важны метаболические изменения при неалкогольной жировой болезни печени. Они связаны не только с изменениями обмена углеводов, но и с различными липидными нарушениями. И переполненный липидными фракциями гепатоцит утрачивает свою способность участвовать в нормальном метаболизме липидов. И это, в свою очередь, формирует типичный для неалкогольной жировой болезни печени метаболический профиль со значительным повышением холестерина либо протеидов низкой плотности, триглицеридов со снижением холестерина либо протеидов высокой плотности. Итак, уважаемые коллеги, сегодняшний взгляд на неалкогольную жировую болезнь печени выходит за рамки традиционного двоичной оценки наличия печеночного процесса, наличия накопления жира в печени или наличия печеночного стеатоза, скрининговым методом выявления которого является ультразвуковое исследование печени и верификация отсутствия злоупотребления алкоголем. Сегодня мы рассматриваем неалкогольную жировую болезнь печени как метаболически ассоциированную болезнь печени. Это консенсус на современном этапе. И ключами к диагностике неалкогольной жировой болезни печени становится наличие стеатоза печени. В сочетании с ожирением или с сахарным диабетом этот диагноз практически становится очевидным. Но сегодняшнее понимание неалкогольной жировой болезни печени или метаболически ассоциированной болезни печени включает и пациентов худых при наличии определенных метаболических изменений. Вы видите их на этом слайде, и вы легко в них узнаете традиционные критерии метаболического синдрома, которые выражаются в нарушении метаболизма глюкозы, в уровне артериального давления выше высокого нормального уровня, в нарушении липидного обмена. И таким образом сегодняшнее согласованное определение диагностических критерий неалкогольной жировой болезни печени охватывает в том числе не только пациентов с ожирением, с явным сахарным диабетом, но еще раз подчеркну, и пациентов с нормальной массой тела. При этом считается и имеются убедительные данные в пользу того, что вот такой кластер метаболических нарушений, печеночные изменения наиболее опасны с точки зрения сердечно-сосудистого прогноза у пациентов без избыточной массы тела и без сахарного диабета. И вот этот слайд наглядно это иллюстрирует. На сегодняшний день неалкогольная жировая болезнь печени считается фактором риска развития артериальной гипертонии, в том числе ассоциированной с метаболическим синдромом, по механизмам нарушения окислительного стресса, высокого уровня воспаления, формирования инсулинорезистентности, возникновения дисфункции симпатоадреналовой и рениноангиотензиновой системы. Надо сразу отметить, что на сегодняшний день пациенты с артериальной гипертонией и неалкогольной жировой болезнью печени не выделяются отдельно в клинических рекомендациях, хотя неалкогольная жировая болезнь печени в рекомендациях Европейского общества по гипертонии 2023 года фигурирует в коморбидных состояниях, которые следует учитывать при оценке сердечно-сосудистого риска у пациентов с гипертонией. Отдельных рекомендаций и отдельных целевых уровней по антигипертонзивной терапии у таких пациентов нет, но еще раз хочу подчеркнуть, что то, что играет определенную роль и активация рениноангиотензиновой системы, нарушение углеводного обмена, инсулино-дизистентность, активация симпатоадреналовой системы, все это подразумевает использование метаболически нейтральных препаратов, препаратов, которые не ассоциированы с дальнейшим переходом ранних нарушений углеводного обмена в сахарный диабет. Неалкогольная жировая болезнь печени – это независимый фактор риска заболеваемости и смертности, это подтверждено в многомиллионных клинических исследованиях, и еще раз хочу подчеркнуть независимую взаимосвязь этого фактора с сердечно-сосудистым прогнозом, в том числе и в отношении повышения риска развития сердечной недостаточности. Полуторакратное увеличение риска сердечной недостаточности в 11 перспективных исследованиях с включением более чем 11 миллионов человек. Сегодня Павел Андреевич будет говорить о постковидных проблемах, и постковидные проблемы у пациентов, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы, чрезвычайно важны для пациентов, которые перенесли ковид. И одним из последствий будет являться перенесенной коронавирусной инфекцией, в том числе и рост сердечной недостаточности. И вы видите, что лонг-ковид будет ответственен за четверть процента, за четверть случаев новых сердечных, случаев сердечной недостаточности, сохраненной фракцией выброса. А вот ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени ожидается, что они внесут в свой вклад 60%, значительно в большей степени, в повышение риска сердечной недостаточности в ближайшее время. Следует отметить, что подходы к кластеризации, к выделению фенотипов сердечной недостаточности, сохраненной фракцией выброса, получили особенное развитие последние годы. И вы видите, что именно с неалкогольной жировой болезнью печени потенциально ассоциирован вот этот четвертый кластер, 15%, который охватывает прежде всего пациентов относительно молодого возраста с высоким индексом массы тела и с сахарным диабетом второго типа. При этом взаимосвязь между развитием сердечной недостаточности, сохраненной фракцией выброса и неалкогольной жировой болезнью печени можно рассматривать в том числе как в качестве общих взаимосвязанных механизмов, наличие ожирения, наличие дисфункции микробиоты. И ключевым связующим звеном становится дисфункция митохондрии. Я призываю обратить ваше внимание на этот факт, и я дальше это буду обсуждать, говоря о лечении неалкогольной жировой болезни печени. И таким образом мы можем говорить, что в печеночном и в сердечном процессе, в кардиальном процессе играют роль и метаболический стресс, и гипертония, и активация малидактивных воспалительных путей, которые привозят к фиброзу и органной дисфункции. Очень важно подчеркнуть, что неалкогольная жировая болезнь печени повышает не только риск развития сердечной недостаточности, сохраненной фракцией выброса, наличие и нарушение сердечного ритма, прежде всего фибрилляции предсердий, встречаемость которой в два раза выше у пациентов с неалкогольным статом гепатитом по сравнению с общей популяцией. А дисфункции печени ставят перед нами вопросы безопасности антикоагулянтной терапии. И надо сказать, что с точки зрения современных данных о пользе и вреде прямых оральных антикоагулянтов, которые используются в лечении фибрилляции предсердия с целью профилактики развития инсульта и венозных тромбоэмболий, мы не находим сигналов, что у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени как-то меняется их профиль переносимости и безопасности. И я напомню, что прямые оральные антикоагулянты не следуют применять у пациентов с нарушением функции печени, которые соответствуют циррозу печени класса С по ЧАЛПЮ. С осторожностью принимаем ревороксабан, если нарушение функции печени соответствует классу Б, в отношении класса А мы не находим на сегодняшний день противопоказаний для применения этих лекарственных препаратов. Неалкогольная жировая болезнь печени будет состоянием высокой инсулинорезистентности, повышает риск развития хронической болезни почек, также нарушая функцию эндотелия и нарушая функцию пудоцитов, то есть тех механизмов, которые с современной точки зрения являются ключевыми с точки зрения формирования почечного повреждения. Итак, на сегодняшний день накопилось достаточно количества данных, чтобы говорить о том, самых современных данных, чтобы говорить о том, что неалкогольная жировая болезнь печени значительно повышает сердечно-сосудистые риски по самым разным механизмам. И поэтому расценивать пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени следует именно с точки зрения двух направлений риска, как минимум двух направлений риска, с точки зрения риска развития прогрессирования печеночного процесса и с точки зрения сердечно-сосудистых рисков. Именно такая оценка лежит в основе лечения неалкогольной жировой болезни печени, которые посвящены в том числе клинические рекомендации, недоданно опубликованные Российского общества по изучению печени. И, безусловно, основу лечения составляют не медикаментозные меры лечения, это физические упражнения, гипокалорийная диета, но и, безусловно, медикаментозная терапия, которая направлена как на печеночные, так и на сердечно-сосудистые процессы. При этом с точки зрения лечения неалкогольной жировой болезни печени и профилактики сердечно-сосудистых рисков, безусловно, ключевое значение играет снижение массы тела у пациентов с ожирением. И чем больше достигается, а самое главное, удерживается это снижение массы тела, как минимум 7-10% для того, чтобы привести к резолюции неалкогольной жировой болезни печени, к регрессу фиброза, к уменьшению стеатоза, тем сложнее поддерживать этот достигнутый индекс массы тела. Поэтому, безусловно, сегодня вот эти вопросы о том, что не только немедикаментозные меры должны лежать в основе лечения неалкогольной жировой болезни печени, они абсолютно обоснованы, потому что только 20% способны поддерживать снижение массы тела, а метаболические качели, то есть колебания веса, чреваты усугублением метаболических проблем. И, безусловно, нередко мы видим достаточно низкую эффективность мер по снижению массы тела у пациентов с неалкогольным гепатитом при очень высокой степени ожирения. И очень мало проработаны немедикаментозные меры к контролю неалкогольной жировой болезни печени у пациентов, не имеющих избыточной массы тела. И в этом отношении вот эти двойные рекомендации по контролю немедикаментозного контроля заболевания и по назначению препаратов, которые способны влиять на печеночный процесс, что это может приводить к дополнительным эффектам как в отношении печеночного процесса, так и к маркерам сердечно-сосудистого риска. Наглядно были продемонстрированы в исследовании успех, когда пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени помимо немедикаментозных мер назначалась урсодезоксихолевая кислота. И эффект в отношении печеночного процесса урсодезоксихолевой кислоты был выражен независимо от снижения массы тела. И в то же время, уважаемые коллеги, значимо изменялись маркеры, которые мы традиционно рассматриваем как факторы, ассоциированные с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это и показатели либидного обмена, и суррогатный маркер атеросклероза, толщина интимомедиального слоя артерий. Надо сказать, что урсодезоксихолевая кислота доказанно уменьшает статус печени. Это верифицировано в исследованиях, в том числе с применением биопсии. Выводит избыток свободных жирных кислот из гепатоцитов через регуляцию аутофагии, поскольку воздействует на аденозин монофосфат, активированную протеинкиназу, что способствует нормализацию липидного и углеводного обмена. И надо сказать, очень важным эффектом урсосана является его воздействие на фармезоидный рецептор, который опосредует множество патогенетических механизмов, которые ответственны за прогрессирование печеночного процесса, за прогрессирование атеросклероза. Таким образом, урсодезоксихолевая кислота – это своего рода полипатентная молекула. Но ключевое внимание сейчас этот препарат и этот подход приобретает с точки зрения возможности урсосана регулировать аутофагию жирных кислот в гепатоците, поскольку накопление липидов в гепатоците ответственно за прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени, а аутофагия по своей сути – это универсальная клининговая система. И, соответственно, в статозном гепатоците скорость аутофагии снижается, прогрессия неалкогольной жировой болезни печени связана именно с нарушением процесса аутофагии, и восстановление аутофагии, к чему приводит назначение урсодезоксихолевая кислота, играет ключевую роль. Ну а вот этот слайд является, наверное, ключевым для понимания того, почему урсодезоксихолевая кислота оказывает благоприятное влияние не только на печеночный процесс, но и на сердечно-сосудистые процессы. А для нас, как геронтологов, важно, что, наверное, и в принципе на процессы старения. Поскольку аутофагия является универсальным механизмом старения, и это связано, помните, я привлекала ваше внимание, нарушение функций метафондрий, как такой ключевой механизм формирования сердечного и печеночного поражения у пациентов с неалкогольно-жировой болезнью печени. И воздействие на этот механизм, восстановление функций метафондрий, которые происходят при назначении урсодезоксихолевой кислоты, возможно, является тем тонким механизмом, который опосредует влияние урсодезоксихолевой кислоты и достижение двух целей, о которых мы сказали, в лечении неалкогольно-жировой болезни печени. Замедление прогрессирования печеночного процесса и предотвращение сердечно-сосудистых рисков. Более того, урсосан является, обладает собственным гиполепидемическим эффектом, и в очень элегантном исследовании под руководством Сергея Юрьевича Марцевича было продемонстрировано, что совместное назначение урсосана со статинами позволяет лучше достигать целевых уровней липидов низкой плотности. Вы знаете, что, к сожалению, наши пациенты часто озабочены проблемами повышения трансаминаз при применении статинов. Более того, я скажу, что некоторые врачи придают этому избыточное значение и не назначают статины. Эти препараты, которые продлевают жизнь пациентам с факторами риска атеросклероза, состоявшимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, именно из-за боязни неблагоприятного эффекта на печень. Совместное назначение с урсосаном предотвращало повышение печёночных ферментов, улучшало эффективность липидснижающей терапии. При этом надо сказать, что, уважаемые коллеги, статины обладают доказанным также эффектом в отношении течения печёночного процесса. И, напротив, у пациентов, которые имели неалкогольную жировую болезнь печени, повышение уровня трансаминаз, назначение статинов сопровождалось не только снижением сердечно-сосудистых рисков, но и улучшением показателей печёночной функции. А вот этот эффект на митохондриальном уровне, эффект, который демонстрирует, что урсодезоксиколевая кислота влияет и в том числе на воспалительные процессы, на процессы фиброза, открывает нам очень интересную дверь в новые исследования и в новые гипотезы. Особенно, что касается в лечении кардиологических больных. Я напомню, что лечение сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса очень долго и по-прежнему, в общем-то, является самой серьёзной проблемой в современной кардиологии. Вы видели это многообразие кластеров сердечной недостаточности, фенотипов сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. И вот, по крайней мере, для кардиометаболической сердечной недостаточности мы сегодня можем говорить о том, что у нас появились препараты, которые позволяют нам лечить это состояние, но самое главное, что они не были препаратами, которые создавались для лечения сердечной недостаточности. Как вы уже догадались, речь идет об ингибиторах натрия-глюкозного транспортера второго типа, который в современной версии рекомендации по сердечной недостаточности занимает очень важное место, получил очень важное место в лечении сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. И не исключено, что, возможно, клинические исследования с применением Мурсасана откроют и эту дверь, но это предмет исследований, это на сегодняшний день предмет допущения, но тем не менее гипотеза, которая заслуживает определенного внимания. Итак, уважаемые коллеги, завершая свое выступление, я бы еще раз хотела привлечь ваше внимание, что с современной точки зрения неалкогольная жировая болезнь печени – это мультисистемное заболевание, и одним из важнейших мультисистемных проявлений, да, вне печеночных проявлений является повышение риска развития сердечно-сосудистых событий, поэтому, защищая печень, мы сегодня с вами защищаем сердце, и у нас для этого есть комплекс немедикаментозных и надежды на медикаментозные мероприятия. Я благодарю вас за внимание, готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Спасибо. Ну, что-то пока не пишут вопросы. Вопросы. В этом организме мы можем найти черты и у заболеваний печени, и у атеросклероза, общие механизмы, да, связанные с воспалением, с дисфункцией эндотелия и так далее, что процессы патологические приблизительно, в общем-то, действительно очень похожи. Ну, вот у меня такое впечатление от вашего доклада, просто осталось, что это одна болезнь. Просто мы смотрим с разных сторон на нее, в общем-то. Не исключено, не исключено. Ну, собственно, я буду сейчас то же самое говорить. Так, как можно долго принимать Урсосан? Вы знаете, существует инструкция к приему препарата, да, и там очень четко написаны дозы и сроки приема при различных состояниях. В принципе, не менее полугода, да, для достижения эффекта. Так, еще, друзья, вопросы. Почему-то вас не слышно, но это когда не слышно, это обычно у вас не слышно, а у нас там все прекрасно. Мы друг друга слышим и даже общаемся. Подскажите, при гипертонии второй стадии стеатоз печени, повышенном незначительном холестерине, тоже следует принимать статины? Ну, уважаемые коллеги, необходимости тут по данным, по вашим вводным, к сожалению, сложно понять, да, каков у пациента риск, да, все-таки для назначения статины с целью первичной профилактики мы должны определить риск развития сердечно-сосудистых событий. Сегодня нам рекомендуется это делать по системе SCORE-2, холестерин липопротеидов высокой плотности, возраст пациента, статус курения, да, и уровень систолического давления, да, и вот комплексно, да, если пациент имеет высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений, то да, нужно.